Игрок Ювентуса Играют Нью-Кассел, Ювентус и вот команда Сингапура до 15 лет А в группе Б как раз таки команда Сингапура до 16 лет Эвертон и Фламенго Вот такие участники этого турнира В касании, здесь уже ворота-то были немножко правее Две лучшие команды, соответственно, из каждой группы выходят в полуфинал Играют крест-накрест, ну и потом Морган Брикс Гилет Ошибается Гилет И можно быстро начать атаку На коротке играют ювентийцы Хорошая передача, забивать надо! И не использует сейчас свой момент Алисандро Деграсси Классный пас Вываливается Деграсси один на один Турнир воспитал он таких звезд, как Фанди Ахмат, Индра Сахдан, Харис Харун Честно говоря, для меня эти имена совершенно неизвестны Но зато они известны поклонникам сингапурского футбола, я так предполагаю Но вот организаторы планируют в ближайшее время сделать этот турнир Да, почему сделать? Уже сделали его международным И приглашают сюда ведущие не только европейские, но и латиноамериканские сборные Столкнулся сейчас один Брикс с Федерико Крис Сингапур вообще одна из самых бурно развивающихся стран в Юго-Восточной Азии Поэтому совершенно неудивительно, что проводятся здесь подобные турниры Что привозятся сюда хорошие команды Есть деньги на строительство стадионов, есть деньги на развитие футбола И что очень приятно, на развитие именно детского, юношеского футбола Неплохой перевод и... Ох, какой удар! Ну что ж, так и хочется вместе с болельщиками Поаплодировать вот этой атаке Итальянской команды Ну, честно говоря, все это выглядело немного авантюрным Посмотрим за атакой Нью-Касла Стори Линич 3 И вот отсюда можно пробить Не получился удар у Алекса Гиллида Так вот, Мирлайон это такой мифит Восьмой номер Нью-Касла В центре полузащиты Динбрикс, как мы уже успели заметить Но потихоньку уже можно разбираться так с расстановкой Разглядев номера, кто где играет Касание, поворотом и... Еще один сумасшедший момент Из глубины поддерживал атаку Фабио Джилли Обыгран был на фланге Джеймс Морган И в последний момент Длиннющими своими ногами Дотягивается до мяча Вот тот самый Бенджамин Аскинс Центральный защитник Нью-Касл Юнайтед И переводит мяч на угол Против Сандерленда, да, например Да и для Ювентуса Тоже, наверное, Нью-Касл не самый сильный раздражитель Но вот страсти уже постепенно накаляются Нарушил правила Джордан Стори И это... это мимо Да, отличная подача В район Вратарской И здесь, кстати, мяч-то ушел не от игрока Ювентуса А от... От англичанина Да Алекс Гиллетт убивал мяч за пределы поля Кто на подборе На подборе итальянцы Считаны до конца июня 2015 года Как раз-таки на фланг обороны Ювентус в атаке Моментище И гол! Вот, наконец-то, добивается своего Николас Варетто Были у него моменты В первом тайме Была возможность и убежать от защитников Но вот Только сейчас Варетто Удалось добиться успеха И сводит ноги у Варетто Ну, скажу, что, кстати, искусственный газон На стадионе Джалан Бесар Поиграл позицию Джеймс Морган Центральный защитник И, наконец-то, Варетто разобрался И вот опять Варетто Против Аткинсона Неплохо Ух, какой рикошет неприятный Ну и куда в итоге выкатывается мяч Резво начал Ювентус Первый тайм Второй тайм, простите, конечно же Ювентуса Пальяса из-за боковой Хорошо в касание Еще один пас И удар в ближний угол На месте Сэмбазби Морган Поаккуратнее надо играть И шанс еще один у Ювентуса И спасает свою команду Голкипер Передачу делал Джилина Николаса Варетто У того был шанс оформить дубль Но что здесь стал придумывать Джордан Стори Момент еще один С линии ворот Убивается мяч Фантастика Ньюкасл Плющет Ньюкасл трясет Ньюкасл Отбивается Такое впечатление Из последних сил Опять проигрывает Борьбу в воздухе На сей раз Шестой номер Джеймс Аткинсон Ну и далее Андреа Мара Наносил удар Поворотом Еще один удар Мимо Встречается в центральную зону И вот сейчас только Паст на Оле последовал Но не точный И завладели мячом Итальянцы Да Стефано Антеццо Лежит на газоне Продолжают атаку Англичане И вот только теперь Убивают мяч За пределы поля Аплодисменты Андреа Джанарелли И вот направо Альясо Обыгрался Можно пробить Из-под защитника Не получается удар Ну вот Ринальди Вышедшего на замену Вывели на удар И в последний момент Бандренен его накрыл Как и вы по ходу Знакомлюсь С игроками И той и другой команды Понятно что По 15-летним Нет большой информации Большого количества информации Вот сейчас Еще одна передача На Николаса Варетта Немножко поднаелся Да Не такая высокая Стартовая скорость Которую мы могли Наблюдать По тайму первому Рукой сыграл Игрок Ювентуса И Это должна быть Желтая карточка Откровительнейшее нарушение Со стороны Алессандро Дегрази И опасный штрафной Это шанс Для Нью-Касла Сравнять счет Ох какой удар Ох какой красавец Ну и отметим здесь Естественно и Джакамо Вольпе Отметим и Дина Бригза Который пробил поворотом Красивейший момент И здесь спокойно Джакамо Вольпе Думаю что хорошее настроение У патронников Ювентуса В том числе Может быть кто-то из них И следит за этим турниром Надо же знать Ближайший резерв Ближайшее будущее Своей любимой команды А тем временем угловой Подают англичане И опять очень грамотно Выбирает позицию Джакамо Вольпе Спокойно без нервов Забирает мяч Притом и что его подталкивал Сейчас в спину Эндрю Хол Практически без проблем Погасил скорость мяча Опустил перед собой Как раз произошло это в момент Когда толкнули его в спину И потом уже спокойно Вторым движением забирает мяч в руки Безусловно врезался Отковал голкипера Воротарской